Ну, тема разводов, как известно, не нова. Действительно, это происходило вчера, это происходит сегодня и, очевидно, будет происходить завтра. В связи с этим автомобиль представляет, ну, особый знак внимания, что ли. Во-первых, это связано с тем, что это неделимая вещь. То есть, формально определить право суд может. Одна вторая автомобиля принадлежит супруге, одна вторая принадлежит супругу. Другое дело, что реально этим воспользоваться невозможно. Поэтому, как правило, при расторжении брака и при дележе имущества суд исходит из нуждаемости того или иного супруга в этом автомобиле. Определяющими факторами являются, как правило, тот фактор, кто этим автомобилем пользовался. Вот до того, как начался дележ имущество. И, естественно, присуждает в пользу, ну, как правило, в пользу супруга автомобиль, а в пользу супруги либо другое имущество, компенсирующее, так сказать, потерю от этой половины автомобиля, ну, либо денежную компенсацию. Бывает, что интересные ситуации, когда гараж отходит одному, автомобиль другому и так далее. Но особый интерес в последнее время, точнее, особые вопросы в последнее время стали появляться в связи с тем, что люди приобретают автомобили в кредит. И вот здесь получается любопытная ситуация. Автомобиль, кредит за автомобиль еще не выплачен, но это, предположим, целевой кредит, то есть банк его и давал на приобретение автомобиля, а уже начинается дележ имущества. Ну, я не говорю там одновременно с бракоразводным процессом или нет, это может быть как самостоятельный процесс. Вот здесь нужно всегда помнить о том, что банк в таких случаях, если кредит за автомобиль не выплачен полностью, будет выступать в этом процессе третьим лицом. И не факт, что этот автомобиль кому-то присудит. То есть может получиться так, что этот автомобиль заберет банк, а супруги получат напополам ту сумму, которую они уже успели выплатить. Поэтому в этих случаях мы обычно рекомендуем, если отношения еще какое-то время можно сохранять, то сохранять их до тех пор, пока, например, автомобиль не будет проплачен полностью. Поскольку зачастую автомобиль вот у молодых пар является единственным имуществом, так сказать, единиц имущества, которое они делят. И в этом случае мы говорим, ну уж тогда подождите, выплатите все, тогда этот автомобиль станет вашей совместной собственностью и вы начнете с ним разбираться, кому это будет принадлежать.